Скорая помощь Одинцова. Слушаю вас. Здравствуйте. Обычный вечер. Ничего не предвещало беды. Как внезапно у Сергея начались боли в груди. Жена сразу же обратилась в скорую помощь. Уже через 14 минут бригада была на месте. Его как бы приводили в чувства, вернули к жизни, так я скажу. И пытались возвращать жизнь, я так понимаю, несколько раз, потому что я в спальне не могла быть. Тут фельдшер, да, это все делали. Потом вроде бы уже они как бы сердце завели, нужно было его транспортировать в больницу. Борьба за жизнь продолжалась более часа. Высокий профессионализм диспетчеров и выездной бригады позволил спасти мужчину от смерти. По приезду оказалось, что у пациента фибрилляция желудочка, ну то есть по сути остановка сердечной деятельности. Начали полностью реанимационные мероприятия в полном объеме, как в принципе и положено это проводить. И через 15 минут у нас удать получилась с положительной динамикой наше реанимационное мероприятие. Пациент дал сердечный ритм правильный, провели интубацию трахеи. Машины скорой помощи оборудованы новой современной техникой, говорят медики. У бригады есть все необходимое, чтобы эффективно оказать любую экстренную помощь. Новый аппарат-дефибриллятор, аппарат ИВЛ здесь убран, новый. Ну и носилки, соответственно, тоже такие современные, новые, современные, хорошие носилки. Ну и дозаторы. После успешной реанимации пациента транспортировали в Одинцовскую центральную больницу. Уже через три дня он полностью восстановился и вернулся домой. Ежедневно на линию у нас выходит по Одинцову 23-24 бригады. Количество бригад увеличилось. Также увеличилось количество бригад и в Голицыно, в Звенигороде и Никольском. В круглосуточном режиме оказывается медицинская помощь населению. В период коронавируса количество вызовов значительно возросло. Но работа Одинцовской подстанции скорой медицинской помощи организована так, чтобы успевать оказывать помощь каждому нуждающемуся. В среднем, чтобы доехать до пациента, бригаде требуется не более 20 минут.